Утепляться или не утепляться в этом году тысячи украинских семей задаются таким вопросом. Многие в поиске оптимальных строительных материалов по соотношению цена-качество, ведь стоимость отопления и строительных материалов с каждым годом растут. Важный вопрос, какие фасадные материалы будут служить дольше всего без ремонтно-реставрационных работ, так как традиционное утепление штукатуркой слишком трудозатратно и ненадежно, поскольку нужно постоянно подкрашивать, заделывать растресканные швы. Сегодня журналисты телеканала СТС попробуют разобраться в этом вопросе. Я работаю по строительству в Киеве, и там увидел несколько объектов. Ну, заинтересовался, у меня дом неутепленный был. Я поспрашивал, залез в интернет, нашел фирму «Роялфасад». Ну, с этого началось. Несколько объектов посмотрел, поговорил с людьми, им понравилось. У нас газовый котел. Мы сжигали где-то в месяц 350 кубов газа. После того, как утеплили, получается 250 максимум. То есть экономия налицо. Зимой мы держали в зале 22 градуса, в спальне там 18-19. Теперь легко на 24 градуса выходим с тем же потреблением газа. То есть 250 кубов намного теплее. Компания «Роялфасад» внедрена европейской технологией многократного прессования клинкерной плитки и утепления, которая позволяет достигать максимального проникновения полиуретанового клея в структуру обоих материалов, обеспечивая прочное, надежное и долговечное соединение материалов. Пенопласт не горит. То есть по стандартам PSBS 25 он не горит. В него добавляются уже специальные добавки, то есть по стандартам Европы. Что же входит в состав клинкерных термопанелей «Роялфасад»? Их состав довольно прост. Клинкерная термопанель состоит из трех компонентов. Первый – это клинкерная плитка польских либо немецких производителей. Второй – утеплитель, а именно пенопласт либо пенополистирол, экструдированный на выбор заказчика. Третий компонент – высококачественный полиуретановый клей немецкого производства, который при особой технологии прессования плитки в утеплитель глубоко проникает и буквально въедается в структуру обоих материалов. Таким образом, убедившись на своем опыте, плитку действительно практически невозможно оторвать. Летом до утепления прогревался аж до 28. Пришлось открывать окна двери, сквозняки делать. А сейчас, в связи с тем, что утеплитель пенопласт, он как термос держит тепло очень хорошо. Клинкерные термопанели – довольно новый в Украине материал в отделке и утеплении фасада. Хотя, если разобраться, изучив подробнее продукцию, оказывается, что в Европе первые термопанели стали применять еще в начале 60-х – прошлого столетия. В чем же их отличие от традиционных способов утепления фасада ручным способом? Съемочная группа телеканала СТС попробует разобраться с этим вопросом непосредственно у заказчиков данной продукции, которые уже утеплили фасад клинкерными термопанелями и успели перезимовать уже не один год. Они уже довольно давно этим занимаются, поэтому сделали все быстро. Мне не приходилось им делать замечаний никаких. Сделали быстро, качественно. Мне очень понравилось. Плюсы практически все. Это и теплоизоляция, и звукоизоляция, и, как можете увидеть, внешний вид очень красивый. Из минусов только одно, что долго пришлось затирать швы между плитками. Но это довольно долгое мероприятие и довольно нудное. Плитку нужно потом отмывать. Но это единственный минус. У кого есть возможность и нужда в утеплении фасада, воспользоваться услугами компании «Райл Фасад». Я в общении с ними был полностью довлетворен. Началось удорожание теплоресурсов. Стал вопрос утепления дома, поэтому я просмотрел много информации в интернете. И в интернете нашел информацию о клинкерных термопанелях. То у меня было желание утеплить дом не просто пенопластом, а я сначала думал утеплить его пенопластом, а сверху вложить клинкерным кирпичом. Но для этого нужно было делать мощный фундамент для кирпича. То есть это было много затрат, в принципе. Поэтому, учитывая, что термопанели с клинкерной плиткой, это и тепло, и надежно, и долговечно. Поэтому я остановился именно на этих панелях. Дом у меня построен пенобетон, обложенный пол кирпича силикатным кирпичом с воздушной прослойкой. И вот 8 сантиметров сверху обложил термопанелями. Примерно в месяц я расходовал 350 кубов газа до утепления. А вот когда утеплили дом, то минус 100 кубов газа. То есть 250 кубов газа. Вот реальная экономия. В чем их преимущества и недостатки? Наш корреспондент выяснил у семьянина Андрея, который оформил и утеплил свой дом с помощью клинкерных термопанелей в прошлом году. Раньше, скажем так, в доме была температура 22-23 градуса, но нужно было, расход был очень большой. То сейчас у меня в доме та же температура, но расход уменьшился в полтора раза. Это как минимум. То есть 200-180 кубов я сейчас использую. Опять же, дом старый был, был деревянный, обделанный кирпичом. И в некоторых моментах был сквозняк. То есть все равно дуло, как бы ты ни это. То сейчас, когда мы утеплили термопанелями, сделали оно, во-первых, и красиво стало, и меньше воздуха проходит. Это именно сквозняков до утепления и сейчас конденсата на окнах не было. То есть было нормально. А сейчас, после утепления, вообще стало прекрасно. То есть температура отличная в доме, и газа я использую меньше. Минусов нет. Можно сказать так, минусов нет. Единственное, может быть цена, но опять же, если взять все комплектующие, все эти уголки, то это переходит в плюсы. А плюсы – это утепление, это красиво, это практично, это быстро, экономно. Ну, просто супер. Клиенты компании Royal Facade убеждены – клинкерные панели. Реальный способ сэкономить семейный бюджет и обеспечить жилье теплом и комфортом. Ведь вложив деньги в клинкерные термопанели один раз, потом долгие годы – экономия налицо. Срок службы такого фасада из клинкерных термопанелей торговой марки Royal Facade определяется сроком службы самого утеплителя. К примеру, экструдированный пенополистирол служит порядка 60 лет. Так что в дальнейшем все хлопоты с ремонтом и реставрацией можно забыть на длительный срок. Клинкерные термопанели Royal Facade монтируются практически на любые несущие конструкции фасадов зданий – кирпич, керамический и газоблок, а также бетон. Монтаж панели производится круглый год, так как в нем отсутствуют мокрые работы. Один квадратный метр панели в среднем весит 15 килограммов и монтируется простым способом на ровную поверхность фасада. Монтаж достаточно легок, прост и удобен как для новых зданий, так и для реставрационных работ. В среднем монтаж клинкерных термопанелей на фасад дома с площадью стены 150 квадратных метров занимает у бригады из двух человек 2-3 недели. Не теряйте время и не тратьте колоссальные средства на оплату ежемесячных счетов за тепло. Начните пользоваться энергосберегающими технологиями уже сейчас. Клинкерные термопанели от Royal Facade. Готовьтесь к зиме уже сегодня.